Владимирскую область окажет помощь жителям Крыма. Сегодня от Белого дома на Украину отправились два большегруза с продовольствием и медикаментами. Делегация, в состав которой вошли представители областной администрации, ЗАГС Собрания и Владимирский ансамбль «Русь» планирует доставить гуманитарную помощь к завтрашнему вечеру. 10 тонн продуктов и 4 тонны лекарств предназначены для детской республиканской больницы. Кроме того, владимирцы передадут солдатам и контрактникам, которые служат на Черноморском флоте, посылки и письма от родных. На военных кораблях проходит службу 70 наших земляков. Как сообщил вице-губернатор Алексей Конышев, на призыв оказать помощь Крыму откликнулись промышленные предприятия, предприниматели и простые владимирцы. Необходимость отправки гуманитарного груза в Белом доме объяснили сложные финансовые ситуации в республике и 33-й регион не смог остаться безучастным к проблемам жителей полуострова. Сегодня, как вы знаете, практически с республикой Крым остановлены все финансовые расчеты. Система украинского казначейства на республике Крым не работает. Сегодня перечисление невозможно. Поэтому есть определенные сложности с закупкой медикаментов. В чем-то мы даже, возможно, упреждаем ситуацию, негативное развитие ситуации. Поэтому лучше предупредить, чем потом иметь проблем, особенно в таком жизненно важном лечебном учреждении, как детская клиническая больница. Детишки не должны страдать от тех проблем, которые у нас возникают в жизни. А завтра в республику Крым отправится официальная делегация из глав крупнейших городов региона во главе с губернатором Светланой Орловой. Представители области планируют побывать на кораблях, где служат солдаты из Владимира, и встретиться с местным населением, чтобы оценить, какую еще помощь 33-й регион может оказать Крыму. Областной департамент соцзащиты уже объявил сбор пожертвований для жителей полуострова. Прежде всего, это живое общение, чтобы узнать, какие проблемы, в чем мы еще можем помочь, потому как, мы считаем, на этом миссия не заканчивается, она будет продолжаться, и наша поддержка сегодня жителям Крыма нужна, как никогда. Счет открыт, я думаю, что на него поступать будут денежные средства, и уже делегация, которая прибудет в Крым, проговорит на месте непосредственно с тем, кому помощь нужна, и будет она более детализирована и конкретизирована, что конкретно нужно. Уже на местах, а не в режиме телефонного переговора.